Мужик, мамонт, бить, Гойда! Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать, есть, а у женщины нет. Она вот как грибница вокруг себя распространяет жизнь. Женщина, грибница. Так и запишем. Непонятно, правда, зачем это девочкам показывают, и вообще зачем они в школе штаны, простите, юбки, просиживают. Они ж грибницы, вот дома бы к семейной жизни и готовились. Читать, писать научилась, и хватит. Дома больше не нужно. Где малина, муж расскажет. Разговоры о важном со стоповым. Привет, просветители. Когда я снова и снова сталкиваюсь с проявлением гендерных стереотипов, ну, все эти, каждый мужик то, любая баба сё, в реальной жизни, в социальных сетях, в образовании, наша сегодняшняя остановочка, у меня всегда возникает вопрос. Вот все эти товарищи, продвигающие традиционные ценности, в традиционном же для них понимании. Они адекватны? Нет, другой вопрос. Давно по странам смотрели? В календарь заглядывали? В статистикой интересовались? Что последний год в стране происходит, знают? До тех пор, пока человек выстраивает свою жизнь в соответствии с условным домостроем? Условным. Услышали? Я не про конкретную книгу говорю, а то тут же найдутся защитники. Это его личное дело. Да, иногда бывает забавно смотреть на негодование некоторых, особо талантливых персонажей, которые сначала кричат, что мужчина всё решает, главной ценность женщины девственность, вместо бабы кухня, карьеры и феминизм женщину портят, а потом удивляется, почему это такая дама его мечты хочет, чтобы её содержали, предъявляет просто громадный список требований. Ей что, деньги важны? Ну, да, чувак, ты ищешь спутницу, которая во всём будет зависеть от тебя. Ты же не с карьеристкой встречаешься. Логично, что она смотрит в сторону состоятельного партнёра. Сама-то на деньги заработать не может. У неё же лапки. Работать она не может. Она маткой дышит. И сильный пол на подвиги вдохновляет. Тот самый момент, когда я хочу все плюшки от традиционных патриархальных отношений получить, а вот ответственность на себя брать не готов. В общем, классические борцуны из ВКонтактика. Так вот, когда это личная позиция, это одно. И совершенно другое, когда все вот эти места женщины у костра, мужчина-охотник на мамонта, самцы и самочки, всё по природе, получает трибуну. И не абы где, а в школе. И вот это уже в корне меняет ситуацию. К тому, что у нас телевизор стал филиалом детского сада Дурашка, мы уже с вами привыкли давно. Но система образования, серьёзно, это уже настоящее вредительство. И, наверное, именно поэтому я получил такое количество комментариев с просьбой разобрать один из последних разговоров о важном о тех самых самцах и самочках. Разговоры о животных просили? Получайте. Сразу же после сообщения от спонсора этого видео. Вот что. Давайте поиграем. Кто выиграет, скажу полезный промокод. Пригодится вам к 8 марта. Продолжите цитату из сказки об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском. Чудеса моря, многочисленные чудес. Чего? Суши, роллов, пиццы, крылья в барбекю. Если вы любите морепродукты, то точно отгадаете. А для своей шахерезады, их или любую другую вкуснятину к празднику, закажите круглосуточно с хорошей скидкой у наших друзей доставки еды в футбенд. Кто правильно ответил без подсказки друга, ловите промокод ОСТАПОВ в футбенд. Это скидка на все заказы и любые блюда. Многократно, каждый день. Футбенд сами готовят и сами доставляют по Москве в любое время. Хоть ночью. В меню футбенд много разного к празднику или вообще. Пицца из печи с разными начинками, классическая, острая или оригинальная от бренд-шефа. Если не любите тесто, можете взять роллы и суши с теми самыми морепродуктами. Или красивые, модные, а главное сытные покеболы футбенд с лососем или креветками. А еще в меню много горячих и сытных блюд со сковородки. Берите хоть все, ведь чем больше заказ, тем больше скидка. Сегодня порекомендую вам оригинальную пиццу там-ям с креветками. Экзотичная и сытная. Постскриптум. Для предпринимателей в регионах у футбенд есть франшиза. Компания поможет с открытием кафе или доставки. Если есть такая мечта. Подробнее ниже в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть прямо сейчас, пишем при заказе футбенд промокод Остапов и ловим скидку. Кликаем по ссылке ниже и приятного аппетита. Я не знаю, о каких традиционных ценностях можно рассуждать на каждом углу. Не, ну правда, от этого словосочетания уже поташнивает. Настолько его затаскали. Если долг россиян по алиментам 156 миллиардов рублей. Вы просто вдумаетесь в эту сумму. И тут же на разговорах о важном и выступлении какого-нибудь депутата. Ну, что в общем-то одно и то же в последнее время. Большая, полноценная семья это самое важное для каждого человека. Детишки это счастье для всех. Какой еще день Святого Валентина? Мы празднуем день семьи, любви и верности. Алло, для огромного числа россиян традиционная ценность свинтить в закат и никак не поддерживать своего ребенка. Да она на эти деньги будет любовника содержать. Когда сын вырастет, он отца поймет. Непременно. Не случайно наши любимые Танечки Буцкие сначала рассуждают о... Счастье материнства и отцовства. А потом все пытаются деньги на алименты с чайл 3 стрясти. При этом заявляя, что у этих бездетных с головой-то не все в порядке. Иное дело, отцы бегущие от своих же детей. Вот там все традиционненько. Просто 5 баллов. Многодетная семья, российская традиционная ценность. Но задолженность по алиментам такая громадная. Ну, очевидно, потому что все детишек очень любят. Что мы эти деньги попытаемся хотя бы у бездетных забрать. Чувствуете, как сразу же традиционализмом пахнуло? И логикой. Очень сильный привкус... Логики. Пока мы почти на ежедневной основе слышим об европейских ужасах. И о том, в каких нетрадиционных условиях вынуждены расти там дети. Все эти родители 1, родители 2. Практически каждому третьему российскому ребенку. Даже до двух. Считать не нужно. У него только родитель 1. А, и бабушка. Давайте не будем забывать про бабушек. Семейные ценности такие традиционные. И так важны для каждого. А ведь именно это нам и пытаются доказать. Что по сравнению с 2010 годом доля отцов-одиночек увеличилась практически в 2 раза. И достигла 7%. А одиноких матерей, которых и до этого было очень много, стало больше на 3%. И держите в уме, что в эту статистику не вошел 2022 год. Сейчас детей без отцов явно стало больше. На разговорах о важном очень любят приводить в пример Москву. И у пенсионеров-то в столице есть возможности для досуга. И школьники очередную плюшку от Собянина получили. Забавно, но именно на уроке о традиционных ценностях авторы решили не упоминать о такой веселой и очень традиционной статистике. 54% семей в Москве неполные. Так что для столицы и Питера там 51%. Традиции, похоже, заключаются несколько в другом. Статистику по разводам я на этом канале тоже уже приводил. И ничего вдохновляющего для фанатов. Главная радость для каждого – это семья. Не, ну, может быть, это и главная радость. Только вот семьи, увы, распадаются с весьма поразительной быстротой. И вот когда мы вооружаемся конкретными данными, а не красивыми сказками про... И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Начинаешь понимать нынешние попытки школы вбить в головы детям с самого раннего возраста, что главная цель для женщины – это дети. Реализуйте вы себя, девочки, только в доме с мужем и детками. Повторю, откровенное вредительство. И не потому, что дети и семья – это несчастье. Для огромного числа людей, безусловно. А потому что факты, факты, а не философствование Милонова и компании. Говорят о том, что очень велика вероятность, что нынешним школьницам тоже придется тянуть на себе ребенка в одиночку. А если все, что ты умеешь – это поддерживать уют и быть хранительницей очага, то после развода и тебе, и ребенку будь не сладко. Но статистика показывает, что на алименты явно рассчитывать не стоит. Образование для женщины в современном мире – это возможность, простите, не стоять с протянутой рукой вместе с ребенком, если муж вдруг улетит в закат. А еще финансовая независимость повышает шанс того, что мать не будет терпеть унижения и побои от неадекватного супруга. И сторонники запрета разводов. Так это же плохо, семьи распадаются. Да, лучше, конечно, когда люди живут вместе просто от безысходности. Идеальная атмосфера для воспитания детей. Сама ситуация, когда в образовательном учреждении людям, получающим образование, пытаются донести мысль, что кому-то лучше сидеть дома и борщики готовить, просто неимоверно радует. Настоящий храм науки. Вот замечательное задание для седьмых классов. Как вы думаете, кто это здесь зашифрован? Правильно, папа. Внимание, даже не мужчина, а именно отец. А какие две главные характеристики отца, по мнению разработчиков разговоров о важном? Усы с бородой и просмотр телевизора. А теперь скажите мне, пожалуйста, что из этого связано с отцовством? Наверное, совместный просмотр влажных разговоров по Первому каналу. Вы сами поддерживаете стереотип, что отец никакого отношения к воспитанию детей не имеет. Ну что я могу сказать? Молодцы! А это у нас кто? Гламурная уборщица-нянька? Нет. Это мама. Но мама хотя бы книжки детям читает. Хоть какое-то проявление родительской заботы. И на этом спасибо. Семья как матрюшка. Если есть папа, то обязательно должна быть мама. Если есть папа и мама, то должны быть дети. Сынок и дочка. Вот он еще сынок и дочка. Чем бойся, тем юнцы. Так веселее. Может быть так и веселее. Туда ж спорить не буду. Только никакого отношения к реальности это видео не имеет. Российскую статистику я уже приводил. Как себя во время просмотра подобных видосиков должна чувствовать добрая половина класса из неполных семей, история, как говорится, умалчивает. О каких вообще детях может идти речь, если в любой момент родное правительство может заявить с вещами на выход? Но это уже другой вопрос. Почему важно разграничивать в семье женские и мужские обязанности? И важно ли? Мужчина ответственен за внешний мир. То есть как охотник. Он знает, где ловушка стоит. Он знает, где мишка может лапу сосать. Он знает, где волки. Он знает, где там малина. 23 год. Московская школа. Старшеклассникам объясняют, что мужчина это охотник, который знает, где мишка может лапу сосать. Мужик, мамонт, бить, гойда. И когда женщина выходит за ним, он ведет ее трубками, чтобы она не упала, не попала в капкан. Мишка ее не съел, малину она нашла. Через несколько лет сидящие сейчас на разговорах о важном, что охотник на мамонтов Сережа, что собирательница малины Маша, окажутся в одном офисе, где они будут работать вместе. При этом Маша трудиться будет ничуть не меньше. Потому что, чтобы хотя бы помечтать о семье с Сережей, о детях и о своей квартире, пахать нужно и парню, и девушке. Но в мире Ивана Ахлобыстина мужчина ловушки расставляет. И да, я понимаю, что это образная речь, но в любом случае никакого отношения к реальности этот рассказ не имеет. А дома, когда он возвращается, женщина обустраивает мир свой так, что ей удобно, чтобы было готовить детей и воспитывать. Она хозяйка дома, он хозяин внешнего мира. Мужчина хозяин внешнего мира. Вам там нигде ничего не жмет в вашем 17 веке? А вот сочетание его и ее дает гармонию, симфония называется. Главная проблема всех этих псевдотрадиционных патриархальных историй, опустим моральную составляющую вопроса, что обеспечить подобный жизненный уклад абсолютное большинство хозяев внешнего мира не способны. Но нет у едва сводящего концы с концами мужчины возможности самостоятельно содержать большую семью. Ну и чтобы жена дома сидела. Вот и получается, что работают порой на одной и той же должности оба. Ипотеку-то платить нужно. А потом мужчина возвращается домой и заваливается у телевизора, как в том ребусе. А женщина начинает выполнять традиционные женские функции. Все по природе. Кому Иван и разработчики разговоров о важном все это рассказывают? Будущим работникам офиса в Можайске зарплатой 22 тысячи? Да, они уж точно смогут распределить все обязанности на мужские и женские. Алло, вернитесь из вашего прекрасного мира традиционных ценностей. Пол страны банально выжить пытается. Охотники вы наши. На малину. Внутренная сила русских женщин заключается, как и другая сила других всех женщин, в способности к материнству. По факту своего биологического строения, ну женщина как таковая, почему женщины дольше живут? Женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, к детрождению. Как говорится, немного научной информации. Ну, мы же в школе Ивана Охлобыстина смотрим. Может быть, он, конечно, намекает на менструальный цикл, но при чем здесь продолжительность жизни? О том, что на жизнь мужчин очень влияют гендерные стереотипы, которые вы же и подпитываете, о мужской расходности мы, конечно, говорить не будем. Женщина просто обновляется. Как винда в три утра. Правда, мужчина может сохранять свои репродуктивные функции гораздо дольше, чем женщина, но это, наверное, к обновлению не особо относится. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать, есть. А у женщины нет. Она вот как грибница вокруг себя распространяет жизнь. И ей природа дала эту внутреннюю силу. Женщина-грибница. Так и запишем. Сегодня день каких-то просто потрясающих сравнений и метафор. Непонятно, правда, зачем это девочкам показывают. И зачем они вообще в школе штаны, простите, юбки просиживают. Они ж грибницы. Вот дома бы к семейной жизни и готовились. Читать писать научилась и хватит. Дом больше не нужно. Где малина муж расскажет. Если иногда у меня появляется огромное количество вопросов к сценариям разговоров о важном, то в данном случае их практически нет. Вопросы есть в самой фейковой реальности, в которой мы живем. У нас гомофобию пытаются подменить понятием традиционных ценностей. Когда мы слышим по ТВ, ну или сейчас уже даже на уроке, что Россия защищает традиционные ценности. Главная ценность россиян классическая многодетная семья. Это не особо согласуется со статистикой. Это просто красивые лозунги. Нет, абсолютное большинство семей в России не многодетные. Их всего 10%. И да, семей совсем без детей в нашей стране больше, чем многодетных. Согласен, вот так традиция. Для огромного числа россиян развод норма. Шанс, что брак распадется, по данным Росстата, аж 73%. Количество отцов, скрывающихся от своих детей. Матерей-одиночек, детей в приютах. Мне нужно еще раз все эти цифры поднимать. Как все это согласуется с традиционными ценностями? На мой взгляд, как-то плоховато. А вот что действительно соответствует реальности, так это неприятие западного образа жизни. И тех самых родитель 1 и родитель 2. Особенно если они одного и того же пола. Но так как гомофобия, как основа чего бы то ни было, смотрится странновато, нужно предложить какую-нибудь альтернативу. Вот мы и будем говорить о ценности традиционной семьи. Вот и все. Иными словами, что угодно, лишь бы не радуга. Лучше детдом. Это как с половым просвещением. Для нас это разврат. У нас духовность и чистота. Залог здоровья. Порядок прежде всего. А потом вдруг оказывается, что в развратной Европе подростковых беременностей меньше, чем в целомудренной России. Вот такой парадокс. Так и получается, что мужчина-охотник, женщина-гребница, детки-счастье. А каждая вторая семья в столице неполная. Гойда, братья и сестры. Гойда. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Так оно наберет больше просмотров. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто подписан на мою страничку на Бусти. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей. Огромное-огромное спасибо. Не забывайте подписываться на мой Телеграм. Там интересно, весело. И все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник. 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и... Гойда! Гойда!